Всем привет, дорогие друзья! Новый выпуск на нашем канале. К сожалению, случаи вандализма, хулиганства на территории московского метрополитена, да и не только московского, приобретают все более глобальный характер. Не так давно, несколько дней назад, мне на почту пишет подписчица, ее зовут Вероника, и скидывает три небольших видео, где подростки, хулиганы, в таком глобальном и массовом порядке, проникают в хвостовые кабины машиниста, катаются между вагонами и совершают другие противоправные действия. И я связался с подписчиками, говорю, ребята, попробуйте там найти какие-то каналы, где побольше видео и так далее. И они мне скидывают, подписчики уже после этого, огромное количество материалов, где молодые люди, подростки, просто массово проникают в хвостовые кабины, совершают противоправные действия и так далее и тому подобное. Как это происходит? Обычно в вечернее время, поздно вечером, когда пассажиров уже немного, они выбирают старенький состав, например, 81-717, которые работают пока что еще на замоскворецкой линии московского метрополитена и на других линиях. Заходят в хвостовой вагон, поезд отправляется со станции. И они, имея при себе специальный треугранный ключ, который, к сожалению, можно купить где угодно, начиная от Алиэкспресса, заканчивая обычным магазином во дворе, открывают дверь хвостовой кабины машиниста и заходят в эту кабину. Но здесь следует учитывать, что каждая кабина в этих поездах, 81-717, оборудована сигнализацией проникновения в кабину. И как только эта дверь открывается, у машиниста в кабине начинает звенеть звонок, соответственно. Вы только представьте, что эти подростки, зная устройство и расположение всех выключателей, начинают моментально отключать эту сигнализацию, чтобы машинист якобы не услышал. И включать радиостанцию, чтобы прослушивать эфир. Что происходит дальше? После того, как они включили там соответствующие тумблера, там начинается просто какой-то хаос. Руки бегают по всем частям кабины. Включают, щелкают разные тумблера и переключатели. Нажимают кнопку «звонок», чтобы у машиниста в кабине звенел звонок, чтобы машиниста напугать, соответственно. Машинист, когда получает информацию от этой сигнализации, что у него в хвостовую кабину зашел человек, соответственно, докладывает об этом поездному диспетчеру. Эти подростки, так как они включили радиостанцию в хвостовой кабине, они слышат переговоры машиниста с диспетчером. И тут же, соответственно, покидают хвостовую кабину, закрывая ее на замок. Сотрудники полиции, которые ждут уже на следующей станции и подошли к хвостовому вагону, заходят в вагон и никого не видят. Вы спросите, почему? Здесь тоже эти подростки все продумали. Так как они уже слышали, что вызвали полицию, они выходят из кабины и, более того, они уходят из этого вагона, переходя между вагонами через торцевые двери. В седьмой вагон, потом в шестой и так далее. Приезжают на станции, полиция у восьмого вагона, никого нет. А что со стороны машиниста? Давайте представим. Вы машинист, едете в кабине, все в порядке, поздний вечер, ночная смена. Я на этих составах, 81, 700, 17, 114, отработал не так много. Год-полтора они у нас были. У меня лично никогда еще не срабатывала эта сигнализация о проникновении в кабину. Хотя эти составы у нас тоже были оборудованы этой системой. Но в те времена, это был 13, 14, 15 год, такого массового хулиганства на метрополитене, как по мне, не было. Я сам слышал в эфире, иногда, очень редко, докладывали дежурные по станции, там диспетчеру, потом диспетчеру-машинистку или машинист докладывал, что сработала сигнализация. Но это было очень редко, но может быть раз за два месяца. Так более того, эти хулиганы не просто там щелкают тумблера и отключают, соответственно, сигнализацию. Они совершают очень серьезные действия, которые вносят непосредственное влияние на движение подвижного состава. Лично видел видео, когда хулиган садится на место машиниста в хвостовой кабине и начинает открывать и закрывать разобщительный кран крана машиниста. Что происходит? Как только он открывает этот кран, начинается утечка воздуха из тормозной магистрали, потому как ЭПВ без питания, тормозная разряжается. Это что значит? Срабатывают тормоза, экстренное торможение на всем составе. Машинист едет спокойно, и тут у него начинает поезд вот так вот передергиваться. Вы только представьте себе. У машиниста действительно может возникнуть очень серьезная паника, что тормозная магистраль начинает вот таким образом прыгать, и поезд передергивается. Далее. Из-за того, что происходит экстренное торможение, некоторые колесные пары могут кратковременно заклинить, и появится, соответственно, ползун на поверхности катания колеса. И это уже довольно-таки дорогостоящий ремонт. Если этих людей, соответственно, потом поймают, а их потом поймали, я сейчас чуть позже расскажу, выплачивать придется за ремонт или за замену колесной пары колоссальные деньги. Она стоит больше миллиона рублей точно. Но если проникновение в кабину, это еще более-менее для них безопасный вариант, так сказать, экстрима, то есть еще второй вариант в метрополитене. Так как у них, опять же, есть этот трехгранный ключ, они с легкостью открывают межвагонные двери на тех же составах 81-717, или более новых, например, там, 760-й. Разницы нет. Открывают двери и встают, катаются на автосцепках и на других частях, которые выпирают, соответственно, с кузова вагона. На данный момент канал, с которых эти видео я брал, ну не все, конечно, некоторые, уже удален и в ТикТоке, и в Телеграме. Более того, подписчики сообщают, что группу подростков, которые совершали вот эти действия, неадекватные просто, в кабине машиниста, уже задержали и осудили по административной статье 11.15.1, да, если я не ошибаюсь, правильно говорю? Да, правильно. Но, к сожалению, штрафы за такие действия минимальны. По-моему, там пишут, что не более 5000 рублей. И, как мне кажется, именно из-за таких небольших штрафов, они просто и не боятся совершать вот такие вот противоправные, как для них кажется, экстремальные действия. Я хочу предложить своим подписчикам вот такую вот интересную тему. Сделать нам на канале, ну такую вот рубрику. Вот смотрите, мне Вероника прислала, соответственно, что она нашла вот эти вот случаи. И мои подписчики собрали огромное количество материала. Мы сейчас сняли вот такой вот небольшой разбор. Надеюсь, что какой-то отклик и полезную функцию он понесет. Что я предлагаю? Давайте попробуем вместе с вами сделать похожую рубрику. Если вы вдруг стали свидетелем какого-то нарушения, какого-то инцидента в метрополитене или на железной дороге, присылайте мне эти материалы на почту, которые находятся в описании под этим видео, с подробным описанием ситуации, что произошло. Мы, соответственно, отбираем интересные материалы за неделю или там за две недели, как накопится. И делаем небольшой, так сказать, вот обзор этих ситуаций. Таким образом, и вы, подписчики, будете участвовать в создании видео. Ну, а я вам буду рассказывать о том, что произошло на железной дороге в метрополитене, в целом на транспорте за минувшую неделю или за минувшие две недели, в зависимости, как это все пойдет. Почта будет в описании под этим роликом. Как вам эта идея? Напишите в комментариях. Если понравилось, то будем делать. Если сейчас смотрят молодые люди, школьники, я уверен, что у меня подписчики все очень грамотные, образованные, благоразумные. Или смотрят их родители, покажите им это видео. Делать так ни в коем случае не нужно. Мало того, что когда вы катаетесь между вагонами, ну, это просто-напросто опасно, я думаю, объяснять здесь никому не нужно. Но когда вы проникаете в кабину машинисту и совершаете там действия по вмешательству в работу подвижного состава, это уже серьезная статья. Не дай бог там что-то вы дернете не так, и произойдет какая-то серьезная поломка, поезд остановится или произойдет какое-то повреждение подвижного состава, то там уже платить придется очень долго, несколько квартир точно. Спасибо за просмотр. Ваше мнение по ситуации пишите, как обычно, внизу. Ну и, кстати, видео не забудьте оценить, а то многие забывают, и оно хуже продвигается, сами понимаете. Ну, такая система. Всем хороших выходных или рабочего дня, не знаю, когда это видео выйдет. Счастливо, пока!